Всем привет, с вами канал Метагейм, и в этом видео мы поговорим о трех лучших героях для фарма в лесу. Да, есть немало героев, которые могут это делать уже с первого уровня, однако не у всех это происходит легко и быстро. И сейчас я вам расскажу, как фармиться в лесу наиболее эффективно. Первый герой это Акс. Во-первых, у него есть уникальная пассивка, которая срабатывает, когда нас бьют, нанося при этом неплохой урон. А во-вторых, у Акса есть Берсеркер Сколл, который поможет нам получать гораздо меньше урона при фарме нейтралов. На первые деньги мы покупаем себе Стаут Шилд, Ринг оф Протекшн и Хилинг Салф. Также есть второй вариант закупа, Стаут Шилд, Хилинг Салф и Квеллинг Блейд. Когда вы фармите лес за Акса, нужно помнить, что чем больше крипов вас атакуют, тем быстрее Акс с ними справится. Поэтому нужно всегда стараться делать двойные спауны. Например, если вы подошли к крипам на 40 секунде, то лучше подождать 52 и 53 секунды, чтобы удвоить их количество. И это в итоге заметно ускорит наш фарм. Ходить по лесу нужно таким образом, чтобы одну точку крипов вы убивали, а на второй накапливали крипов для более высокого уровня. И копить крипов вы можете вплоть до 7 уровня, когда вы можете прийти и спокойно их убить. При этом используйте первую способность, чтобы получать гораздо меньше урона. И если не получится убить их с первого захода, принесите себе Хилинг Салф и повторите попытку. Есть еще пара советов, которые помогут вам при игре за Акса в лесу. Если вы видите, что не успеваете убить лагерь нейтралов до конца минуты, то тогда атакуйте их до 53 секунды, а потом просто сделайте дабл спаун. Так вы сэкономите время на перемещение между лагерями. Пока у вас не будет 5 уровня, вам не стоит нападать на сильных нейтралов, потому что так вы потеряете слишком много здоровья. Сильные нейтралы это кентавры, альфа-волки, птицы, усы и спаун с большим сатиром. Но зато вы можете стакнуть этот лагерь и попробовать убить позже. Транквилл Гудс это главный предмет для лесного Акса. Во-первых, с ботинками мы сможем быстрее передвигаться между точками, что сильно ускорит ваш фарм. А во-вторых, вы можете хилиться прямо под атаками крипов, постоянно держа здоровье на высоком уровне. Но не забывайте, что если у лесного крипа атака больше 40, то он сможет просто сбить лечение от транквиллов. Пользуясь этими рекомендациями, вы без проблем сможете убить до 100 крипов к 11 минуте, не отставая по уровню даже от мидера, который успел сделать пару фрагов. Теперь пришло время поговорить о лайфстиллере. Этот герой хорошо чувствует себя в лесу благодаря способности Фист. С ней он получит достаточно высокий урон и одновременно неслабый лайфстил, что позволит ему долго держаться в лесу. На первые деньги покупаем себе топор, щиток и хилинг салф. Лайфстиллер не умеет так быстро справляться с крипами, как Акс, но это не мешает нам стакать себе крипов на будущее на одной из точек. На седьмом уровне мы на максимум изучим Фист и сможем восстановить жизни ультой, сразу убив одного из сильных крипов и задамажив окружающих. Есть одна простая методика, которая позволяет лайфстиллеру заметно облегчить лесной фарм. Зная определенные места, можно с помощью топорика вырубить одно-два дерева, таким образом, что нас сможет атаковать только один из крипов. Так мы сможем тратить заметно меньше здоровья при фарме в лесу и даже сможем на первом уровне убивать сильные лагеря нейтралов. Вот несколько мест, где можно фармиться подобным образом. Если у вас остается немного жизней, то с помощью Open Wounds вы можете восстановить себе часть здоровья. Просто кастуем скилл на одного из сильных крипов, чтобы немного подхилиться и бьем его. Играя за лайфстиллера в лесу, помните, что ему гораздо проще убивать сильных крипов, так как его лайфстилл напрямую зависит именно от количества здоровья жертвы. Ну и наконец, известный лесной фармила Лон Друид. Я думаю, что многие знают о том, что медведь хорошо умеет фармить лес, однако почти никто не догадывается, как можно использовать этого героя на полную катушку. Я скажу всего два слова. Догон и Энерджи Бустер. Ладно, попробую объяснить подробнее. Сначала вы как обычно идете и фармите лес Лон Друидом, но вместо стандартных предметов купите себе фаст Догон. Но не торопитесь, он нужен всего лишь для того, чтобы побыстрее нафармить Энерджи Бустер. И вот теперь у вас в распоряжении появляется секретное оружие. Мы кладем Догон и Бустер в нашего медведя, а героям просто встаем под фонтан, он нам больше не понадобится. А теперь представьте, враг стоит на линии, ни о чем не подозревая, и тут на горизонте появляется медведь. Враг думает, а это всего лишь медведь, что он мне сделает, но тут бах. После этого мы просто призываем Мишку обратно к фонтану, чтобы восстановить ману, а затем снова отправляемся искать жертву. Самое главное, что убить нас становится абсолютно невозможно, ведь наш герой на фонтане. После этого просто методично грейдим Догон и можно даже купить Мишке Арканы. В итоге враг просто унижен и находится в шоке, а у нас будет самая простая победа в нашей жизни. Не забывайте, что об этой секретной стратегии до сегодняшнего дня было известно всего трем людям на всей земле. Но сегодня я раскрыл вам еще одну тайну из мира доты. С вами был канал Метагейм, подписывайтесь! Субтитры сделал DimaTorzok